А здесь простоишь 2-3 часа в этом холоде, приходишь... Она вот 8 часов работает на этом холоде. Ужас ведь. Делегация неравнодушных жителей встретила нашу съемочную группу в поселке Устегум. Пожалуй, каждый высказал свое недовольство условиями, в которых приходится работать с сотрудником почтового отделения. Неслыханное дело в помещении почты температура минус 20 градусов, при том, что на улице всего минус 6. Оператору связи приходится трудиться в верхней одежде, а техника и вовсе отказывается корректно работать, рассказывает почтальон Николай Сироткин. Я на 0,2 ставки пришел, получил и шнель быстрее. А она целый день сидит там. И потом спрашивает, почему Ирина Леонидовна плохо там работает, план с нас требует, компьютер не работает. Какой может быть компьютер работать минус 30 градусов? Не просто вот сегодня она пришла и включила, чтобы он нагрелся. Все ждут оплату. А компьютер не работает. Какая будет оплата? В Александровском районе проблемы с почтой не только в Усть-Игуме. Наша съемочная группа отправляется дальше в путь. Следующий пункт – поселок Ивакинский карьер. Да как нам-то жить? Мы-то заложники. Самые отдаленные поселки. Что от города, что от соседних поселков. Ни газа, ни транспорта. Да, действительно, ни газа, ни транспорта. У нас ничего нет. Жители Ивакинского карьера также встретили нас, как говорится, всем миром. Сдержать эмоции не получается. Отделение почты России не работает здесь уже несколько месяцев. Тут, видимо, были на почте. Заберите почту для карьера. Забрали, принесли в магазин, положили. Нас это не устраивает. Под пункт выдачи корреспонденции посельчане приспособили стол в местном продуктовом магазине. Такая ситуация – самая настоящая катастрофа для местных жителей, которые в основном пенсионеры. Они по старинке выписывают журналы, отправляют родным письма. Кварплату также оплачивают на почтампе. Да и пенсию получают тут же. Вот в субботу позвонила мне женщина с магазина и сказала, тут пенсию дают. Вот, приходите, получайте за бабушку. А бабушке моей, свекрови, 90 лет. Я говорю, они что, сами-то домой не могут завезти? Нет, они по домам не поедут. Вот я пришла со своим паспортом, получила пенсию за бабушку и пошла, унесла ей. Администрация Александровского района в курсе проблемы. С жителями встретилась и местный депутат Надежда Мачехина. В таких отдаленных поселках, как Ивакинский карьер и Устегум, у них даже нет терминала. У них банкомата нет, у них нет ничего, вообще ничего. Если почта либо работает в таком состоянии, либо как в Ивакинском карьере не работает вообще, это просто для людей, это просто, не знаю, даже конец света. Мы связались с главой Александровского района Ольгой Лавровой, которая рассказала, что по факту в Ивакинском карьере почта не закрыта. Просто нет сотрудника, который бы имел достаточную квалификацию и желание работать в отдаленном поселке. Местные не соглашаются работать. И все же выход из этой, казалось бы, сложной ситуации вскоре может быть найден. Власти района готовы к диалогу с Почтой России. Подделение в поселке Устегум располагается в арендованном помещении. Мы не имеем права проводить здесь текущие ремонты. Поэтому руководство Березняковского почтамта обращалось с просьбой к Александровской администрации произвести ремонт сутель или предоставить альтернативную площадку под почту. Что касается почты в поселке Ивакинский карьер, то до конца первого квартала 22-го года мы обязательно возобновим здесь работу. Кандидата на замещение вакантной должности начальника почтового отделения уже подобрали. Он приступит к выполнению обязанностей после прохождения обучения. Также сегодня стало известно, что уже определена дата личной встречи представителей Почты России и администрации района. 27 января они сядут за стол переговоров, чтобы найти пути решения накопившихся проблем. Ну а мы надеемся, что совсем скоро неудобства жителей отдаленных поселков закончатся. Ольга Распономарева, Кирилл Яранцев. Наши новости. Продолжение следует...